Гора мусора посреди дороги. Неприятный запах и мухи. Все это жители улиц Успенского и Качалова терпят уже неделю, рассказывают люди. Поход в магазин, к автобусной остановке или на работу возможен только через эту свалку. Неделю назад сюда высыпали отходы из мусоровоза. Водитель обещал вернуться, но так и не приехал сетуют жители. Эта машина, я не знаю, она то ли дыметь начала, то ли что. Он сказал, что у него какие-то проблемы случились, и что вот этот мусор он выгрузил. Они его завтра приедут и уберут. И все, и с концами, и больше никто этот мусор не убрал, и вот это мы дышим этой вонью. За день по этой дороге проезжают до сотни машин, рассказывают жители. Хотя водители стараются объехать гору мусора, часть отходов все-таки оказалась под колесами автомобилей. Тут мухи летают, тут машины без конца, дети бегают, и взрослые, и пенсионеры, и все на этом. И вонище стоит, не уносимо пройти. Со своей проблемой жильцы обращались в районный и городской исполком, а также в санстанцию. Знают о проблеме и на коммунальном предприятии, которое обслуживает этот район. Здесь рассказали, мусор на дорогу высыпала машина предприятия «Коммунтранс». Сделать это пришлось вынужденно, объясняют коммунальщики. Люди стали кричать, что горит машина. Машина на газу, поэтому водитель перепугался, высыпал, как раз, не стихийную свалку нам еще одну организовал, высыпал мусор на улице и уехал. Мы были с этим, как говорится, ознакомлены буквально за полчаса и начали звонить в «Коммунтранс» для того, чтобы они убрали эту свалку. Обещали на субботу, не получилось. Мусор с улицы Успенского начали убирать уже сегодня, пока отсюда вывезли только одну машину отходов, рассказывают на предприятии. Оставшуюся же часть свалки коммунальщики обещают убрать завтра. Александр Бойко, Светлана Киктева, Кирилл Иванов, Панорама.